Всем привет! Алексей Нишин наряду с Татьяной Тарасовой и Этери Тутберицы возглавляет элиту отечественного фигурного катания. Он пишет учебники и воспитывает олимпийских чемпионов, однако все могло сложиться иначе, когда в СССР из него сделали невыездного. Алексей Нишин с детства проявлял способности к фигурному катанию. Он с отцом часто ходил на ледовый каток, а после получения в подарок от сестры первых коньков его отдали в кружок. Причем принял решение о будущем сына его отец, офицер, видевший, как юные фигуристы выделывают различные пиреты. Попал Нишину и в настоящую, по-настоящему звездную компанию Станислав Жук, Людмила Белоусова и Олег Протопопов. Тогда в голове юношной не было мыслей исключительно о фигурном катании. Он планировал после окончания университета пойти работать инженером, однако в конечном итоге принял решение отдаться в спорт. Но технические способности, которых Нишин был не лишен, впоследствии помогли обрести ему собственную уникальную фестезе тренера. Карьера Нишина началась в 1956 году. Его тренером стала небезызвестная Нина Липницкая, работавшая с первым отечественным олимпийским чемпионом Николаем Панином. Через некоторое время известная советская фигуристка Майя Беленькая собрала группу и позвала туда Нишина, где он познакомился со своей будущей партнершей Тамарой Москвиной. Их дуэт активно соперничал с парой Протопопов, Белоусовой, и чаще лучшими оказывались именно олимпийские чемпионы. Нишин спустя годы признавал, что именно победа над Протопоповым и Белоусовой остается самой ценной в их карьере. В паре Мишин и Москвина завоевали титулы серебряных призеров в чемпионаты мира и Европы, а также золотое первенство СССР. А в сольной карьере, в которой Мишин начал достаточно поздно, серьезных успехов ему добиться не удалось. Лишь бронза чемпионата СССР. В 1965-м Мишин и Москвина поняли, что больших побед в качестве фигуристов им не видать и завершили профессиональную карьеру, перейдя в тренерство. Прозвище «Профессор» закрепилось за Мишином уже давно. Профессиональное научное звание профессора он получил в 1990-м, а высшее образование получил в Ленинградском электротехническом институте. Кроме того, он закончил аспирантуру Ленинградского государственного дважды ордену носного института физкультуры имени Лесгафта. Там же он преподает и сейчас, за что находит отражение в его тренерской карьере. К тренерству он подошел методично, стажируясь у таких специалистов, как Юте Мюллер, Игорь Москвин, Жук и Карло Фасси. Параллельно же он начал готовить учеников по собственной методике, издавая учебники по фигурному катанию. Сейчас его книги используют как пособие в вузах. Огромную славу Мишину принесли титулы его учеников в 1975-м, спустя лишь 6 лет после начала его тренерской карьеры. Юрий Овчинников под руководством Мишина стал чемпионом СССР, а Евгений Овчинников впервые в истории фигурного катания представил зрителям и судьям комбинацию четвертой тулуп, тройной тулуп, тройной ридбергер, выступая на Кубке России в 2002 году. Кроме того, он активно занимался с женщинами-одиночницами. Для талантливых девушек существовали специальные группы обучения и главой ленинградского отделения стал именно Миша. Мишину присвоили статус невыездного, печать его книги приостановили, а участие в телеэфирах не пропускали в эфире. Сам тренер не понимал, что происходит, и спустя 3 года он обратился к руководству направления советского спорта Сергею Павлову. Проблема тренера была решена, и он вновь стал тренировать. «Клеветники меня не выносили, оболгали, и право выезжать за рубеж меня лишили». «Нонсенс!» «Тренер не может руководить спортсменом на крупнейших турнирах». Я не сдавался, обратился в партийные органы, вспоминал спустя годы тренера. Потом пошел в районное отделение КГБ, и нормальный человек, заместитель начальника Николай Платонович Патрушев, быстро во всем разобрался и объяснил, что его ведомство ко мне претензий не имеет. И еще один человек помог, председатель спорткомитета Сергей Павлович Павлов. Он беседовал с высшим партийным начальством, и проклятие с меня сняли. Но этого коммунистического киселя я нахлебался, говорил Миша в интервью российской газете. Он выспустил огромное количество титулованных спортсменов. Со 12 лет у него тренировался Алексей Ябутин, также подготовкой у него проходили Алексей Урманов, Анна Антонова, двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко, Артур Гочинский, Каролина Костер, Елизавета Тухтамышева и многие другие. История личной жизни Мишина тесно связана с его профессией. Алексей Николаевич, будучи начинающим тренером, работал с выдающейся одиночницей Татьяны Олениновой, Оленевой, извините, которая в 1973-м становилась чемпионкой СССР. Специалисту пришлось более 5 лет добиваться расположения своей воспитанницы. Впоследствии она ответила согласием. Сейчас Оленева работает тренером по фигурному катанию. Она тренировала в том числе Гочинского, Андрея Лутая, Александра Петрова, Андрея Лазукина, Софью Самодурову и других известных спортсменов. Личную жизнь семья Мишина предпочитать не афишировать. Известно только, что у супругов родилось и двое детей, которые связывали свою жизнь с теннисом. Помимо прочего, Мишин практически всю свою карьеру тесно работает с Тамарой Москвиной, которая преподает вместе с нам. В марте дуэт отметил 50-летие профессионального сотрудничества. Однако спустя столько лет они гармонично сочетаются. 50 лет. Каждое утро я прихожу на этот каток. И я хочу пожелать себе, чтобы здесь я встретил вас, мои дорогие зрители, любители фигурного катания, говорит Мишин сейчас. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки. Всегда желаю хорошего дня. До свидания. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!